Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца, в начале, в середине и в конец месяца. И в конце расклада мы посмотрим, что вам высшие силы советуют. Если вы готовы, давайте посмотрим первая карта для вас на начало месяца. Это четвёрка кубка. Четвёрка кубка показывает ваша пассивность, ваши, знаете, депрессивные состояния, ваше состояние, когда вы не хотите ничего делать. Вы начинаете месяц с такой состояния, когда, знаете, высшие силы даёт что-то новой возможности построить, но вы не хотите это видеть, вы себя ограничиваете, вы можете страдать, и вы пока не можете отпускать. Ещё эта карта не для всех, но как бы то, что, которое услышат, даже как подсказка. Здесь карта говорит о том, что нужна чистка, очищаться, обрубать себе негативные какие-то программы от вас, которые вас и приводят к этой состоянии. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта для вас, карта смерти. Карта смерти – завершение старого и начало чего-то нового. Очищаться, обрубать что-то от вас обязательно нужно. Если это кто-то услышит, значит, это ваш расклад, да, потому что эта карта смерти всё-таки показывает косой, всё убрать, что-то ненужное из вашей жизни, да, здесь уничтожать что-то плохое из вашей жизни, да, пока этого не сделаете, да, вы можете не выйти из этого состояния. Для тех, которые, может быть, были завершены какие-то отношения, вы пока не можете пройти это, да, вы пока не можете отпускать, и у вас как бы это состояние ещё продолжается, да, пока ещё и в апреле месяце, да, вот ещё это состояние уничтожения внутри себя, вот она ещё продолжается. Давайте посмотрим следующая карта. Звезда. Уже в начале месяца вы должны себе поставить новые цели. Если хотите желание какое-то, те девочки, которые одиноки, хотите замуж или что-то построить новое, вы должны уже в апрель месяц поставить, потому что ближе к конце месяца вы это получите. Если вы начнёте даже писать себе, да, какую-то вот тетрадку себе, о чём вы мечтаете, о чём вы желаете, какие ваши цели, да, здесь то, если вы закончите вот уже в начале, поставите в начале новые себе цели, вы знаете, что на протяжении всего года вы это соберёте, да. Здесь может быть как трансформация людей, да, проходит люди как трансформация, трансформация даже болезненно, тяжёлой, но они проходят. Давайте посмотрим следующая карта, да. Следующая карта, восьмёрка кубка, отпускать своё прошлое, да, отпущение прошлое. Если это вы не сделаете, даже на середине месяца вы не сможете что-то начать новое, да. Здесь, посмотрите, для того, чтобы отпускали, да, я могу сказать по своё жизненный опыт, да, нигде ты это читала, сама, да, наступаешь на те же граби, да, иногда. И в одном, в один момент ты говоришь, нет, всё, да, было хорошо там, но всё-таки нужно отпускать. Поэтому здесь отпускание своё прошлое, да, благодарить за своё прошлое, да, за свой опыт, за какие-то грехи, которые вы набрали опыта, и идти дальше, поставить себе желание, потому что здесь можно, да, получить новое какое-то желание в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, шестёрка кубков, да, вашего вспоминания. Знаете, вот как бы вначале вы и захотите отпускать, да, вот эту трансформацию, вот что-то завершить, но в середине всё-таки вы продолжаете вспоминать о своё прошлое, где было хорошо. Хотя можете находиться в отношении, хотя, может, с кем-то общаетесь, да, хотя что-то, если даже это рабочий момент, даже если всё-таки будете вспоминать о прошлое, всегда я вам говорю, благодарите за своё прошлое, потому что всё-таки в наше прошлое нас что-то учит, да, она нас трансформирует, да, она нас делает другими людьми, да, а мы по-другому можем думать, да, можем что-то делать в нашей жизни. Давайте посмотрим следующую карту на середине для вас, мои дорогие, шестёрка мечей, да, шестёрка мечей показывает, что уже всё-таки у вас обдумывание придёт, и отпустите, да, и вы отпустите, да, вы оставите что-то в прошлое, да, вы с одним, ну, берегом, да, вот вы были на этих берегах, вы приплываете на других, но всё зависит от каких действий, да, дальше вы будете предпринимать, потому что здесь середина показывает, вот даже карта, да, вот желание поставить новые цели, да, вот о чём вы мечтаете, да, поставите это, думайте, что вы хотите, даже берите для себя как заметку, что вы всё, да, вы страдали, вы что-то научились, вы набрали какой-то опыта, да, да, было что-то, воспоминания хорошие, плохие, неважно, но вы всё-таки желаете новые. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это у нас карта Тройка Пентакли. Тройка Пентакли показывает о том, что, знаете, в конце месяца вы спокойно можете повышать свои квалификации, да, вы спокойно можете себя повышать как Личность, потому что это тот период, когда вы спокойно можете это делать, да. Здесь, знаете, для вас как трансформация, переход от одного этапа на другого, но всё тоже зависит, как вы будете себя вести, да, здесь вот по Тройке, да, здесь возможности даётся новые, но ваши действия всё-таки очень важны, да, ваши шаги. Давайте посмотрим следующая карта, это карта Рыцарь Пентакли. Самое главное перебороть свои страхи, отпускать свои страхи и не ждать, да, быть в ожидании, что что-то произойдёт само по себе, да. Здесь всё-таки нас иногда останавливает не то, что люди или что-то, а наши вот именно эти страхи, неуверенность, да, вот то, что живут в нас внутри. Давайте посмотрим карта Совета. А Рыцарь Жезла показывает бороться за своё, да, если были взлёты, падения, всё-таки не отпускать руки, всё-таки достигать желаемо, да, идти к своим цели, идти. Кто-то хочет построить отношения, да, кто-то хочет менять новую работу, да, кто-то хочет обучение пройти и что-то вот добить именно по карьерной лестнице. Вам это нужно уже даже в конце месяца, да, не отпускать руки. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube в канале.